Вот видите, линолеум, крышка туалета, соки, все. Вот, пожалуйста, это сапоги. Бетонно-металлическая смесь и остатки человеческого быта у Москва-реки в нескольких километрах от МКАДа по Новорижскому шоссе. Гора мусора полностью захватили берег и уже добрались до воды. По течению этот хлам вот-вот отправится обратно в столицу. То с этой стороны уже не пройти. Вот этот ужасающий пейзаж сверху. Теперь свалка растет уже с другого берега. Мы не могли понять, кто откуда и чего возит. И потом снег сильно выпал, все было засыпано. И мы начали делать такое свое расследование. Везде едет смотреть. И когда увидели, что вот на Москву реку навозили много, я попросил ребят из соседнего. Они вон пять куч снега высыпали, ну хоть так, чтобы перекрыть. Но они, гады, вот здесь насыпали. Так, с начала марта каждый раз новые кучи. Строительный мусор растянулся от Москвы до Нахабина. Вот горы на въезде. Настоящая свалка у поселка Новый. Им не страшны ни правоохранители, ни охрана. Не пугают стоящая рядом церковь. Военный госпиталь Вишневского завален бетонными руинами вокруг. Грязных точек в Красногорском районе десятки. Это только то, что удалось обнаружить народным дружинникам. Обращения общественников тщетные. Поймать виновников так и не удалось. Им даже пришлось провести собственное расследование. На наших глазах подъехала машина. Но как бы с того места мы там даже ее не ждали. Оказывается, у них там свои маршруты есть. Происходит сбрасывание секунды доли. Не успеваешь достать телефон и снять это, потому что как бы даже было неожиданно. Они приезжают, сбрасывают и прям с открытым кузовом уезжают. Вот эти кадры, снятые дружинниками ночью. Грузовик едва видный. Им удается зафиксировать лишь один номер. На вопрос, откуда, ответ нашелся здесь же, прямо на свалке. Вероятнее всего, это руины хрущевских пятиэтажек. Среди бетона, металла дружинники нашли вещи бывших владельцев этих стен. Визитки, записки и письма с адресами. Ярцевская, дом 34, корпус 2, квартира 2. Вот это как бы, вот это, вот еще. Это примерно с одного адреса. Но они были разбросаны в разных местах. А вот и он, точнее то, что осталось от пятиэтажки. Буквально недавно здесь, в столичном районе Кунцево, снесли три дома. Теперь это площадка под застройку. Руины убрали или увезли в Подмосковье. В этом разбираются правоохранители. Сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с представителями народной дружины на очередном патрулировании местности зафиксирован факт незаконного выброса строительного мусора. Сотрудниками госавтоинспекции данный факт нарушения зафиксирован. По данному вопросу в настоящее время проводится проверка. Узнать, куда вывозят мусор со строительной площадки здесь не удалось. Никто из руководства к активистам так и не вышел. С представителем компании застройщика мы связались по телефону. Они хоть и свалили ответственность за свалку на подрядчика, но отрицать ничего не стали. Ситуацию сейчас уточнил. Сказали, что здесь строительный мусор до конца недели будет вывезти подрядчика штрафового. Ну, короче, вот эти все кучи, которые вы нам привезли, вы их уберете. Правильно я понимаю? Да, да. Я не видел лично, да, не буду врать эти кучи. Я ситуацию, в принципе, уже, ситуацию владею. Но до конца недели подрядчик это все вывезет. Правда, до обещанного срока, считанные дни, остается надеяться, что весь этот мусор все-таки доедет до специальной свалки, а не окажется в другом населенном пункте. По факту незаконного сброса мусора власти Красногорского района уже обратились к столичным чиновникам и в прокуратуру. Аида Маликова, Анатолий Харламов, Олег Городничий. Новости 360.